ЗАИНСКА С одной из высоких точек хорошо видно, как соединены старые и новая история ЗАИНСКА. Когда-то хлебные поля колхоза Красный Маяк оживила масштабная стройка. Акватория речки Зай превратилась в ЗАИНСКОЕ море, взметнулись с неба трубы электростанций и вырос город с многоэтажными домами. История строительства ЗАИНСКОЕ ГРЭС, заложения первых кирпичиков нового на карте города, сейчас бережно хранится в музее электростанции. Через год ЗАИНСКОЕ ГРЭС будет отмечать 60-летний юбилей. И до сих пор в городе живут первостроители станции. Среди них легендарный в те времена инженер-строитель Леонид Мочтаков. В очень солидном возрасте, 99 лет, он помнит, как все начиналось. Я непосредственно занимался чисто строительными работами. Вот есть группа инженеров, которая в составе дирекции ЗАИНСКОЕ ГРЭС. Поэтому я заказывал рабочие чертежи на все строительные объекты. Получал эти рабочие чертежи. Все огромными, в крафт бумаге, вот такие по 8 килограмм весом. Все наши чертежи шли через почту. В старом ЗАИНСКОЕ почта была, и наша секретарь ей под воду давали. Она ехала и целый воз привозила в эти крафт бумаге нам чертежи. Сооружение ЗАИНСКОЕ водохранилища тоже осталось в памяти ветерана электростанции. Прут охладитель был нужен для ЗАИНСКОЕ ГРЭС. ЗАИНСКОЕ ГРЭС. ЗАИНСКОЕ ГИДРОУЗЕЛ впервые в истории страны возводился из сборного железобетона. Почвой при рытье котлована засыпали неровные участки местности, где начал строиться рабочий поселок. А глинистый грунт для строительства дамбы привозили из котлованов электростанции и мазутного хозяйства. Вот так из миллионов кубометров грунтой появилась дамба. По ее гребню позже прошла автодорога. В начале 60-х реку Степной Зай перекрыли, и через двое суток на глазах окружающих образовалось так называемое ЗАИНСКОЕ МОРЕ. Железобетонную плотину, затворы, все. И тогда только эти огражающие временные плотинки, которые котлован ограждали, тогда уже разобрать, и вода пойдет. В 61-м году мы уже ЗАИ пропустили через тоннель. В 61-м. Мы на целый год сэкономили время, чтобы достроить плотину железобетонную и земляную примкнуть. Когда электростанция достигла полной проектной мощности, Государственная комиссия приняла весь комплекс ЗАИНСКОЕ ГРЭС в промышленную эксплуатацию. Это произошло 13 февраля 1976 года. Символом грандиозного строительства на ЗАИНСКОЕ земле стали 4 трубы электростанции. Первая труба была установлена в июне 61-го года. Там специально из металлических полос, вот такие же, вверх трубы, он защищается, выкладывается. Это я вот последние тоже их принимал. Как там на высоте-то? Немножко страшновато, но потом ничего, привыкаешь. Немножко страшновато. А так, когда первый раз поднимаешься, немного за живот немножко что-то прихватываешь. В послевоенное время в стране было построено 20 крупных электростанций типа ЗАИНСКОЕ ГРЭС. Все ее 12 блоков были введены в рекордные сроки с 1963 по 1972 годы. Вот среди этих 20 станций, вот самые крупные станции, как ЗАИНСКОЕ ГРЭС, их около 20 станций, они одновременно начали почти строиться. Ну, тут разница там в 2-3 года. Они по тем же самым проектам примерно, по тех же самых конструкциях строительных, в сборном железобетоне и так далее. И из этих 20 станций только ЗАИНСКОЕ ГРЭС получила оценку отлично за качество монтажных и строительных работ. Единственные из 20 этих станций. Вокруг электростанций постепенно вырос и город. Все началось с рабочего поселка для строителей ГРЭС под названием «Новый Зай», который получил статус города только в 1978 году. Сначала городским улицам дали первые 12 бараков на улице Казанской, а потом появился первый многоэтажный дом. Дом номер 3 по улице Энергетиков – первая высотка, строящимся в поселке «Новый Зай». Высотой в три этажа его построили в 1961 году. Строители постарались придать дому определенную архитектуру. Он единственный, где есть слуховое окно. Оно предназначено для освещения чердачного помещения, но придает дому особую загадочность. Здесь поселились первые строители, которые приехали на всесоюзную комсомольскую стройку. Постепенно Зайенск рос. Появлялись новые улицы, строились школы, открывались предприятия. Одними из первых были построены сахарные и автоагрегатные заводы, которые в свое время дали начало новым жилым микрорайонам. Сегодня Зайенский район – это порядка 50 тысяч жителей с успешно работающей инфраструктурой и развитым сельским хозяйством.